Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 8 июля 2015 года и я приступаю к уборке второй части своей спальни. Это вот эти два шкафа у меня остались. Здесь я буду перебирать коробочки. Вот там у меня стоят. Смотреть, что внизу там тоже в коробочках. Вот здесь у меня вязание. Тоже должна я с этим разобраться. Дальше буду мыть дверь. Буду ремонтировать акул и буду прибираться вот в этом комоде. Работы, я надеюсь, у меня сегодня будет гораздо меньше, чем вчера. Я управлюсь быстрее. Вот сейчас я покажу вам, почему мои уборки обычно занимают больше времени, чем я планирую. Вот казалось бы, я могла взять эту коробочку и просто поставить аккуратненько на полочку. Но нет же, мне надо было в нее залезть и истратить целых полчаса для того, чтобы перебрать ручки. Вот эти я отсортировала на выброс. Вот такое огромное количество ручек в доме оказалось. Браковала и по внешнему виду, по потертостям по каким-то. И если пишут не очень хорошо, а вот эти вот ручки и карандаши у меня еще остались здесь. Хотя, я ими не пишу, потому что у меня свои мои любимые ручечки. Вот такие. Вот я только их покупаю и только ими пишу. У меня и красные, и зеленые такие есть. И во всех коробочках во многих. И тут, и тут вот я навела порядок. И в комнате у меня две коробочки. В общем, на самом деле, вот эта коробочка у меня просто такая, нерабочая на всякий случай. А вот это все пойдет на благотворительность. Итак, я закончила наводить порядок во всех вот этих своих коробочках. Вот эти две вообще пустые. Я их купила, потому что они мне понравились. Красиво. Я думала, что-нибудь буду складывать, но ничего пока такого нет у меня для них. А вот в этих коробочках в основном рекардовые вещи, какие-то мелочи, фотографии. Вот эти коробочки тоже все перебрала. Тут тоже какие-то рекардовые вещи, значки, какие-то коробочки. Здесь вот у него корейские маски. Он жил в Корее пять с лишним лет. И вот накупил вот этих масок. Можно, конечно, их поместить на стену. Они у него, вот когда мы в Италии жили, они у него висели на стене над кроватью. Вот. Но не знаю я. В принципе, есть пустая стена. Куда-то вот сюда, может быть, эти маски. Или вот сюда, над кроватью. В общем, вот такие чудовища. Как-то я не особо понимаю вот эти маски. И вот когда в Италии они у нас висели над кроватью, мне было как-то даже жутковато. Вот эти вот масочки красивые. Это венецианские. Венеция. Одна вот жалко раскололась. Такая вот была масочка. Ну, в общем, пока они вот здесь у меня в коробочках все и лежат. И теперь я приступаю к своей вязальной коробочке. Вот здесь у меня несколько мотков еще полных. Несколько мотков начатых. Здесь вот клубочки. Все свои крючочки я перебрала. Спицы положила вот так вот у меня здесь. И вот это я начинала вязать платье. Так его и не закончила. И не знаю, что с ним делать. То ли заканчивать, то ли распустить. В принципе, и получается красиво. И не знаю, как-то я перегорела. В общем, вот так вот пока лежит. Не знаю, что с ним делать. В общем, все навела я порядок в этом шкафу. Там у меня в основном нижнее белье, домашняя одежда, халаты, купальники. В общем, вот такое все. И вот столько опять на выброс у меня идет. Носков каких-то старых, старой одежды. И все. В общем, сейчас я все это убираю. И пылесошу. И на этом моя уборка закончится. Итак, мои дорогие, принимайте работу. Вот что у меня получилось. На полочках чистота и порядок. Вот такой я сюда повесила тюль. И он произвел просто волшебный эффект на комнату. Она стала очень-очень светлой. Раньше этот тюль у меня висел в зале. Потом я его убрала и забыла про него. А вот сейчас он мне здесь пригодился. Сейчас я попытаюсь показать. Комната стала очень светлая. Какая я была дура. Мострячила сюда тяжелые вот эти портьеры. Ни к чему они здесь были совершенно. Все-таки вот хочу сказать, насколько тюль может поменять внешний вид помещения. Просто каким-то волшебным образом комната стала и больше, и светлее, и чище, и лучше. В общем, все мне нравится. Здесь я вам уже показывала коробочки свои. Все прибрано, все чистенькое. Вот нашла такую штучку для фотографий. Лежала в ящиках. Это с Италии у нас еще. Я такая была беленькая тогда. Лекарда. И это вот вся наша семья. Плохо видно, наверное, будет. Отсвечивает. Это было 6 лет назад на мамин день рождения. Сквика пришла опять с инспекцией. Ходит, нюхает. Ну, Сквика. Сквик, ну что такое? Как пахнет. Ой, как пахнет, правда, свежестью, чистотой. Обожаю, обожаю, когда чисто. Совершенно другое настроение, состояние. И, конечно же, я провожкалась, как обычно, дольше, чем я предполагала. Более трех часов. Даже почти четыре. Но меня отвлекла соседка снизу. Пришла познакомиться, поздороваться. Барбара. Покупает она квартиру под нами. У нее дочка 30 лет. И вот собирается делать какой-то ремонт. Предупреждала, что, может быть, будет днем шум. Спрашивала, есть ли у меня проблемы с сантехникой, с трубами, еще с чем-то. Потому что квартира ниже. И поэтому это, конечно, важно знать. Акул не починила. И вот здесь их оставила. Не стала прятать по своим коробочкам. Потому что я знаю, если только я уберу, потом руки никогда не дойдут. А так вот оно у меня будет лежать на виду. И в ближайшие дни будет у меня время. Я обязательно займусь починкой. Этих акул, скатов. Но, Элджич, тут улеглась. Да, Элджи. Девчонки, я пришла на балкон, чтобы показать вам, сколько пыли. Говорили, многие переживали, что очень много пыли, когда машины вот там во дворе убирают. И вот я сейчас покажу. После того, как машины были где-то неделю назад, я здесь еще не прибиралась. И вот сейчас просто проведем эксперимент. Вот он, столик. Самое такое место, на котором можно будет увидеть, сколько пыли скопилось за неделю здесь. Пока я не прибиралась. И после вот уборки машины. Сейчас я вам покажу. Ну вот. Немного. Немного пыли. Просто они здесь во дворе убирают непрерывно. По несколько раз в месяц метут, моют, со шлангами приходят. Все вот это вот прочищают, вымывают. И здесь во дворе нет как таковой грязи. Здесь вот в основном то, что они со своими трубами ходят и дуют, это в основном какие-то шишки от деревьев, какие-то шелуха какая-то от почек. Вот такой мусор. Вот эти клумбы, они все огорожены. То есть с них и засыпаны еще и камешками. То есть с них тоже особой грязи нет. Вот. Поэтому здесь довольно-таки чисто. Конечно, надо прибирать. Конечно, я каждую неделю здесь вытираю пыль. Но не до такой степени, что вот уже там закрывать, закупоривать все окна, все двери. Нет. Где-то с неделю назад я опять начала усиленно заниматься английским языком. Я тут одно время его вообще совершенно забросила. И поняла, что язык, он уходит, забывается, теряется. Его нужно постоянно-постоянно поддерживать. Язык, он живой. И если им не пользуешься, то он умирает. И вот у меня это происходит постепенно. С Рикардом мы общаемся по телефону несколько минут в день. И все, это все мое общение. Вот сегодня соседка приходила, так хоть с ней попрактиковалась полчаса. Ну, вообще, конечно, надо обязательно заниматься в школу, может быть. Вот думаю, опять пойти хотя бы там, вот когда я ходила, хотя бы я слышала Петти, учительницы, речь в течение двух-трех часов ежедневно. И это тоже очень-очень хорошо для того, чтобы английский постоянно поддерживался. Но, в принципе, у меня вот есть телевизор. И первый шаг, то, что я сейчас делаю, это я смотрю телевизор очень-очень-очень много. Не менее пяти-шести часов в день. Я его включаю, и если даже я не то, чтобы там уже очень смотрю, но он у меня идет фоном, чтобы постоянно слышалась, шла английская речь у меня на слух, она чтобы ложилась, и чтобы я ее не забывала. Лучше всего смотреть какие-нибудь сериалы. В сериалах одни и те же актеры из серии в серию. Привыкаешь к голосу, привыкаешь к манере говорить, и гораздо легче тогда уже начинаешь воспринимать речь того или иного актера. У меня включены здесь субтитры, и я подсматриваю, когда я что-то не понимаю, то я читаю. Читать гораздо легче, чем воспринимать на слух. Поэтому, конечно, субтитры очень помогают. С одной стороны, с другой стороны, мозг, он ленивый, и он надеется на то, что он прочитает. И поэтому, конечно, нужно постепенно от субтитров отходить и пытаться воспринимать на слух. Вот. В общем, у меня очень много телевизионных программ здесь, и я по ним гуляю. Сейчас ищу какие-то интересные. Или фильмы очень старые я люблю смотреть. Вот недавно с великим удовольствием пересматривала Фореста Гамба. Обожаю этот фильм. А либо вот сериалы какие-то. Вот, Доктор Ху. Ещё очень хорошо смотреть мультфильмы. Тоже, если я нападаю на какой-нибудь прикольный мультик, то я обязательно его смотрю. Следующий шаг. Я повторяю английскую грамму. Вот это у меня книжка. Я её уже показывала. Голицынский. Я начала с самого начала, с артиклей. И в день прохожу от 5 до 10 упражнений. Заниматься по этой книжке можно бесчисленное количество раз. Пока доходишь до конца, естественно, уже забываешь, что было в начале. Я продолжаю допускать ошибки и выписываю вот сюда на отдельный листочек. В общем, всё это забывается и потом повторяется, когда, может быть, на сотый раз. Я это и запомню. Я пишу здесь прямо в книжке у себя карандашом. И потом всё это стираю и заново, заново прохожу эти упражнения. Уже я эту книжку, наверное, на третий раз пошла сейчас изучать. И мне это очень-очень-очень интересно, нравится. Я с удовольствием этим занимаюсь. И третий шаг – это новые слова. В этот раз я выбрала такую систему. Я взяла вот этот словарь. Он такой не очень сложный. В нём не так много слов. И именно поэтому он мне для моих целей и подходит. Я начала прямо с самого начала, с буквы «А». И читаю все слова. И незнакомые я выписываю вот сюда. Вернее, не выписываю, а заношу в электронный словарик. «Туториал» – это изучение. Вот. У меня вот этот вот словарь. Я его уже показывала. «ABBYY Lingua X3». И у меня вот здесь вот часы. Я выбираю, что каждые сколько минут. Я ставлю 60. Каждый час этот словарик сам выдает мне на экран табличку. «Старт» – «эксэсайз». Вот. Каждый час он мне выдает эту табличку. И я должна писать значение слова. Сюда. Вот. Если правильно, то он мне скажет «well done». То есть «хорошо». А если неправильно, то он мне скажет «sorry». И так вот 10 раз, 10 упражнений, 10 карточек, скажем так, он мне даст. А после этого на час замолчит. И каждый день я заношу в этот словарь по 10 новых слов. Еще этот словарь работает таким образом, что когда 10 раз правильно слово назвал, то он его убирает из словаря. Вот. 40 правильных, 20 правильных вариантов ответа. А когда наберется 100, то есть 10 раз, то все. Это слово уйдет из этого туториала. И вот таким образом я сейчас трачу 2 или 3 часа в день на изучение английского языка. Помимо того, что телевизор у меня, он фоном просто идет. И когда я вышиваю, например, или когда я готовлю, или когда я убираюсь, еще что-то делаю, я слушаю телевизор. Телевизор, либо смотрю, просто сижу телевизором. Вот. То есть это не считается помимо телевизора. У меня еще вот такое вот активное изучение слов и грамматики опять идет по несколько часов в день. Я надеюсь, что толк от этого будет. Ну вот. И все, что я хотела вам рассказать сегодня. И я с вами прощаюсь. Всех целую, всех люблю. Всем желаю счастья, удачи, любви, здоровья. Мира, всего самого-самого хорошего. И пока-пока-пока.